Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли О конкуренции Хотела с тобой поговорить, насколько она разнолика Последнее время замечаю моменты такие, когда Казалось бы, ну здесь нет места конкуренции Здесь там святые люди, да Они вообще, ну как они могут конкурировать У них даже в уме такого нет. А на самом деле в основе деятельности человека вместо любви и вместо личного интереса лежит просто банальная конкуренция. И она двигает всем. Она двигает, например, бизнесами. Она двигает деятельностью человека. Она двигает, но она двигает куда? Она двигает к смерти и к старению. Потому что это заведомо. Если ты двигаешься не через любовь, не через интерес, ты будешь стареть и ты будешь болеть. Потому что идет через обман, через ложь. Через обман, через ложь. Да, через, получается, деградацию. Да, но понимаешь, общество так устроено. Уход. Затухание. Что все бизнес-курсы учат человека вывернуться. Вывернуться. Угодить клиенту. Угодить. Заманить. Да. Продвинуть. Все технологии вот эти обмана. Навести. Как это? Тумана. Да. Ты знаешь, я иногда просто, ну, мягко говоря, охреневаю. Вот банальный пример. И это, кстати, вот эти западные, прозападные технологии, когда они пришли. Просто мы-то люди из Советского Союза вышедшие, да. А в Советском Союзе, как, был там масло кусочек, там, 200 грамм стоил такую цену. Если килограмм, значит, умножай на 5, да, такая цена. А сейчас нет. Сейчас, вот, я покупала масло в упаковке, всегда были 200 грамм. Сейчас они стали вдруг резко 180, да. Но при этом, я понимаю, моя семья выросла, и я хочу купить большую упаковку, чтобы 10 раз не ездить. Мне не надо маленькие пачки. Я бы килограммовую взяла и положила. И понимаю, что килограммовая, ну, благо, сейчас у единичных, замечу, комбинатов появилась такая продукция. Килограммовая? Да, я впервые встретила килограммовую продукцию у бабушкиной крынки. А так, на маленькие дробят, вот эти маркетологи, они говорят, уменьши на 20 грамм, а продай по той же цене. Человек при покупке не заметит. Не заметит. Кого обманываете? Точно так же мороженое. Было 100 грамм, сейчас 55-60. Кого обманываете? Кого обманываете? Вы же, если продаете 100 грамм, возьмите вы эту цену за 100 грамм и продайте по этой цене. Да, это дороже, но вы сразу больше продадите, и ваш комбинат будет больше получать прибыли. Вам не надо тратиться на бумагу, вам не надо продавать вот эти вот маркетинговые стратегии. Кого вы обманываете? Ну, как же у нас конкуренция, нам же надо выжить, мы лучше меньше, и кому вы это меньше? Понимаешь, я когда вот, понимаешь, люди идут на свои же грабли, и это все под соусом американских технологий, маркетинговых стратегий, как парить клиенту. Те же самые НЛПшные, я подстроюсь под клиента, я тебе втюхаю, я тебе, как только под меня начинает кто-то подстраиваться, и применяются технологии НЛП, все, до свидания, вы потеряли клиента. Даже разговора не будет. Кстати, у нас был этот эпизод с туристической компанией, где именно зашел с маркетинга молодой человек. Все, мы попрощались с этой компанией. Все, да, до свидания. То есть нету искренности, нету взаимоотношений, и это правильный подход. Только там, где есть искренность, где есть, ну тогда, где искренность, нету конкуренции. Мало того, что эти скрытые технологии, ладно, казалось бы, ну фирмачи, ну предприниматели, да, можно их, возьми, православие. Я вообще в шоке. Настолько очевидно, да? Настолько очевидные вещи, когда, ну, ребят, я уже не буду проговаривать вслух, но это на самом деле передергивание в конкуренции с повторением. Такая намеренная ложь. Намеренная ложь. Да, намеренная ложь, и при этом на этой лыжи, то есть это знаешь, как... Пытаясь поднять православие. Зачем его поднимать? Оно и так огромная машина. Да, да, да. И то, что ты пытаешься его поднять на мелкой лыжи, да ты его наоборот опускаешь. Угу. То есть, вот эти вещи, когда смотришь в социуме, наблюдаешь, понимаешь, не той дорогой идем, товарищи. Вы идете, знаете, как стадо баранов подходит к краю пропасти, и дальше оно будет просто падать в пропасть. Падать туда, как, да. Или вы остановитесь и включите мозг, скажете, я не конкурирую, я искренне занимаюсь любимым делом, я искренне произвожу то, что мне нравится, я искренне говорю то, чего я кайфую, я искренне и с интересом иду по жизни, потому что я пришел в рай. Я Бог, который пришел в рай. И я могу быть Богом в раю, когда я взял на себя ответственность и творю из любви и из искренности. Вот тогда я Бог, который пришел в рай. Соответственно, ответственность за то, что я творю, нам нет. Но если я вынес Бога и начинаю предъявлять Ему претензии, что мне не нравится этот рай, и конкурировать сам с собой, со своими зеркальными отражениями, то это не Бог, это полудурок. Ну, по-другому ж не назовешь, потому что он на две половины разделился, вот полу и полу. И если начал конкурировать с собой, все очевидно. Поэтому все, что выстраивается, все стратегии, которые выстраиваются на конкуренции, они априори провальные. Они развивают игру эго, и потом будет облом эго. Будет завершение. Да. Потому что оно только ведет именно к окончанию. К окончанию. К кончине, к старости, к смерти. Вот это об этом. Это об этом. То есть, по сути дела, на конкуренции, на лжи и основанной держатся программы старения. Да. А старение – это фильтра. Это фильтра, наложенные на физическое тело, на восприятие человека. Ну, это же вирус. Это вирусное. Вирусное. Это вот об этом. Это искажение. Искажение фильтра, которое помогает человеку уйти в иллюзии и заснуть. И как только ты засыпаешь окончательно, и жизнь теряет интерес, то идет перезагрузка, дабы подключить новый интерес, новый, новый. Старость напрямую… Не прекращалась смотреть этот фильм. Да, потому что старость напрямую связана с интересом. Нет интереса – пошла старость. Пошла старость. И удивительно, ты знаешь, удивительны вот эти моменты, когда их наблюдаешь в людях. Вот иногда даже в Инстаграме или в жизни смотришь человеку там 40 лет, да? Он выглядит на 65. Угу. И начни с ним разговаривать, и не послушай, что он говорит в том же Инстаграме, и ты четко осознаешь, почему он выглядит на 65. И никакая косметика, никакие пластические операции не помогут. Потому что в голове произошло отключение интереса жить. Произошло отключение интереса творить. Но при этом подключился интерес к соседке, конкуренции. При этом есть эго, весь мир должен. И пошло вот это старческое программное ощущение. При этом смотри еще какой фактор. Значит, человек вот лет 40 ему, да, а выглядит на 65. Посмотри. Но при этом, если у человека, это тоже связанные вещи, есть деньги, то, понимаешь, как интересно. И тогда, ну, если он, и вот он хорошо выглядит в 40, да, но у него ж есть деньги, такое оправдание. Понимаешь? А ведь на самом деле, ну, действительно есть такой фактор, когда есть деньги, тебе интереснее жить, да? Как бы у тебя есть даже возможности. Но при этом, как же это мне правильно вырулить? Эти возможности ты создал себе сам. Сам. То есть, да, ты сам их себе. Их деньги ты создал себе сам. Они же с неба тебе не упали. Не упали, да. И это как стремление, стремление к развитию. Не стремление к деньгам, да, а стремление к развитию. Да, можно сказать, там у кого-то родители помогли, но там, если помогли родители, то там и чувствуется немножко другая песня. Я просто к чему, что, ну, вот как я вижу, да, сужу, на самом деле деньги напрямую тоже влияют, очень сильно влияют на интерес человека в жизни. Ну, видишь, как в нашем обществе вообще интерес принято заменять деньгами. Да. То есть деньги – это первичная подмена, потому что они отражают подчувство в материальном мире. Именно подчувство, подоснову чувств. У человека блокируются чувства, и тогда человек не чувствует интерес, он не следует себе, да, он не чувствует себя, он не чувствует жизнь. И тогда ему в материальном мире надо на что-то заменить, что он может потрогать, понюхать, лизнуть, что угодно, да. А это деньги. И вот она замена интереса на деньги. И она напрямую уйдет. И даже детей воспитывают, учат, говорят, ты пойдешь туда работать, там тебе больше заплатят. Сразу, наверное, это специальность более типа престижной. И убивается интерес таким образом. А это убивается интерес. Убивается интерес. Да. И у человека появляется через какое-то время апатия к жизни. Он не может понять почему, откуда, зачем ему, за что ему. На ранних этапах, когда там у молодежи очень много сил, много энергии, они готовы за деньги, все, они начинают нахватывать. Три работы, три фирмы там и так далее, рвутся, 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 а потом смотрят, а денег от этого больше не становится. Потому что вроде их пришло больше, но их тут же больше и ушло. И ты вроде богаче не стал. И все. Есть те, кто наоборот быстро-быстро-быстро разбогател, но понял, а интерес это не приобрел, любви это не дало и так далее. Идут другого плана разочарования. Но при этом все-таки, если мы говорим об конкуренции и об интеллектуальном развитии, все-таки интеллектуальное развитие связано с финансовым благосостоянием. Пускай косвенно связано. Да, 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 связано. И сколько бы мне не рассказывали, она такая умная, но она такая бедная. Такая бедная, да. Если ты такая умная, то ты не была бы бедной. А если ты бедная, то тогда ты не умная, а ленивая. Ленивая. Ты можешь быть начитанная, но ленивая. Можно сказать, как ленивая, да? Вот так. Казалось бы, парадокс, человек ленивый, он будет, мы говорим, да, ленивый, а человек скажет, я столько у меня работ, поэтому у тебя есть столько работ. Иллюзия ожидания от того, что тебе мир должен. Вот эта иллюзия ожидания, как-то в моей жизни я пересекалась, жизненные пути пересекались с человеком, который был великолепно образован, женщина, она была великолепно образованная, она была очень сильно начитанная, она вышла из обеспеченной семьи, она была вся такая правильная, что на ее фоне, ну, я была совсем неправильная, да. И при этом в свою жизнь, вот когда она подошла к своему полтиннику, она не выстроила вообще никак. Она все время ждала принца с алыми парусами, она все время говорила пушкинскими фразами, она все время, ну, как это, так это должен мужчина, а это должен этот, а это должен этот. Должен, должен. Но она осталась у разбитого корыта, потому что ни семьи, ни детей, ни собственной квартиры, ничего своего. И при этом обалденно красивая женщина. Все должны, а я не должна ничего. Да, а я принцесса на горошине. Нет, принцесса встала и пошла работать. Она, кстати, работала много. Ну, видишь, ты даже произнесла, встала и пошла работать. Тут же мы говорим о работе в интересе. В интересе, да. А тут нет интереса, а тут была работа и ожидание. И вот это ожидание, вынесенная реальность. А наш мозг, кстати, лекция ожидания, она вообще сумасшедшая. Мне по ней столько благодарностей пришло. То есть люди пишут, что она вообще перевернула сознание. А вот вынесена эта реальность, мозг же ее воспринимает, как вот эту же физическую. Он не воспринимает ее, как другую. То есть в этой вынесенной реальности вот он принц, вот айла и паруса. И вот тебе нравится ждать принца. И сидишь. Сиди. Великолепно. Все, реальность выстроена. Ты находишься в позиции ожидания. И ты кайфуешь от ожидания. Играем в ожидание. И вот эти моменты, они, конечно, когда ты видишь, как подсознание распознает твои запросы, то и начинаешь читать это сам, вот видеть, как это, то возникает следующий интерес. А как создать сюжетную линию под свой запрос, которую интересно видеть, как она проявляется. И уже потом решать ты в ней, или потом, или сразу решать, ты в ней участвуешь, или ты ее наблюдаешь. Но по-любому ты ее создаешь. И ты ловишь кайф от создания. И тогда тебе никто не скажет, что вот это солнце, оно сегодня светит просто так. Вот оно светит. Вчера, по прогнозу, его не было. И всю неделю дожди. Нифига. Потому что есть сознание, которое говорит, «А я хочу солнце». А мне интересно другое. «А я хочу прожить, как появится солнце, когда я его создаю». Когда я, да. Вот это мне интересно, да. Мне это интересно. Но это же безумие. Так чем больше безумия, тем интереснее жить. Вспомнить молодость, какими безумными мы были, когда мы выходили замуж. Вот скажи мне кто-нибудь сегодня на мой жизненный опыт, «Ты хочешь еще раз замуж?» Нет. Но это безумие было, это был кайф. А сегодня, наверное, стали другими. Но при этом я хочу быть безумной в этих отношениях. Потому что это безумие, это интерес. Когда ты кайфуешь от каждого действия, от каждого момента, когда тебе интересно, создавай, создавай, создавай. Все создавай. И это невероятный кайф. Ну да. Интересно научиться, интересно научиться договариваться со своим подсознанием, да, или играть со своим подсознанием. Играть со своим подсознанием. Играть. Очень интересно. Потому что подсознание, оно как ребенок. Оно вообще как вот чистый, прозрачный ребенок. Абсолютно. Любое твое желание, да, оно, это для него, то есть подсознание воспринимает как желание, да. А, допустим, человек это, он не хочет этого. А подсознание, ууу, юху, интересно тебе, значит, раз ты не хочешь. Вот так оно воспринимает. Играем. Значит, играем. В игру не хочу. Не хочу, да. И посыпалось все, что не хочу. Да, и человек думает, что это такое со мной, да. А подсознание говорит, будет исполнено. И научиться вот этими процессами себя управлять, это значит научиться слышать и свой ум, и свое эго. Да, это так интересно. И разобраться с тем, что у тебя в глубине. Это слышать себя. Это слышать себя полностью, со всех, да. Ум, эго, это все ты. Это чувствовать себя. Чувствовать себя. Разговаривать с человеком и знать, что ты разговариваешь с самим собой, да. Это же вообще невероятно интересно. А вот это восприятие, скажи с кем, человеку, что я разговариваю с тобой, но это же я разговариваю с собой. Да, да. Человек, а это так. А это так. И вот просто никак иначе. И вот уметь услышать самого себя через другого человека, когда ты видишь другое лицо, да. Да. Уметь услышать, о чем он тебе говорит. Да, да. О чем ты сам себе говоришь. Какое зеркальное отражение ты сейчас, какую беседу ты в зеркале сейчас ведешь. Да, да, да. И беседа, которая у тебя кажется во внешней реальности, она совсем не та, что во внутренней реальности. И это, конечно, это королевство кривых зеркал, это вообще невероятно интересная игра. Это как разгадывать эти кроссворды, да. А чем мы занимаемся, когда мы раскладываем психику? Кроссвордами занимаемся. И каждый раз все больше влюбляемся, скажи. Да. И все интереснее, интереснее. И каждый раз восхищаемся. Восхищаемся этим. Но смотри, этот кроссворд невозможен, если моя одна часть конкурирует с моей второй частью. Второй частью, да. Если смотреть с позиции единого сознания. Если есть конкуренция, все, фу, стена. И одна не видит вторую, а вторая не видит первую. И тогда, помнишь, четырехточечную систему, которую мы описали в парадоксальном восприятии? Когда мы с четырех точек восприятия где-то в глазную щелку можем подсмотреть, чтобы получить сигнал, но в принципе независимые игры, как будто разные игры. Подсознание само себе, а реальность сама себе. И в то же время, как мы с тобой знаем, да, уже знаем, что без вот этого зеркального отражения, то есть, когда игра появляется только тогда, когда стекло становится с одной стороны затемненным и появляется зеркало. Тогда появляется зеркало. вот только тогда. И вот это, но и при этом человек сразу начинает забывать себя, да, уходить от себя, то есть, в иллюзию. А когда ты знаешь, что такое темная сторона, и ты умеешь ей управлять, ей управлять, это просто вот невероятно. И тогда действительно настолько становится интересно разговаривать, чувствовать самого себя, разговаривать с самим собой и слышать самого себя. Самое главное, что слышать, зеркало, что ты не... поговорить с зеркалом ты не поговоришь, да? Да. А с другим человеком ты поговоришь и при этом ты будешь знать, ты разговариваешь сам с собой. Это не кто-то там, это тело, это одежка, одежка другая совсем, но это ты. Именно подсказка же, поэтому и есть вот эта подсказка, что во всех зрачках отражаемся мы сами. Да, мы сами себя видим в зрачках такого человека. Самое удивительное, вот ты пока говорила, в зеркало появляется тогда, когда появляется теневая сторона там. На самом деле так, и вдруг я задумалась, как там мысль пришла, а смотри тогда, что сделала религия. Она же теневую часть назвала сатаной. Более того, она вынесла смертные грехи, и там же любовь к себе, это эгоизм. Да. Там же вот эти вот искажения, которые идут, а на самом деле, все, что касается желания человека, желание, обычное желание человека, хочу, оно создает теневую часть. И оно хочу, может быть, и длиннее, оно создает игру. Именно вот это хочу, да, хочу, именно это и есть теневая. Да. Благодаря этому хочу. Смотри, как вот это все связали с эгоизмом, как вот это все связали с неподчинением Богу, как тебя сразу поставили в подчиненное положение относительно Бога, относительно вынесенного, твоего не я. и просто вот раскачали эти качели. И человек качается, 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 а в баланс прийти не может. А не может прийти по одной причине, потому что он не видит систему целостной. Более того, еще и помогают, говорят, круг сансары, за него выйти невозможно. Круг сансары мы расписали в книге Инфодайинг Знания. Вот он круг, это твоя психика, но ты можешь выйти за пределы своей психики, если ты ее осознаешь, если ты осознаешь, как она работает. Но для этого ты должен быть интересен сам себе. Ты должен вернуться к самому себе. Но если ты не возвращаешься к себе, ты не интересен себе, ты увлечен материальным миром, служением, внешнему вынесенному Богу, там еще кому-то. Все, до свидания. Мы простились с тобой, ты уплыл. И ты в круге сансары, ты из него не выйдешь. А основное состояние страдания в круге сансары, опять-таки, служение, страдание. Ты в более низкой позиции, потому что ты не осознал, что такое любовь. А чтобы осознать, что такое любовь, тебе надо выйти за круг сансары. Она находится за пределами. И осознание идет за пределами. Опять-таки, страх мир мертвых, люди его боятся, смерти люди боятся. А на самом деле, это же точка отражения твоей психики в мире мертвых. Точка отражения в антипсихике. Даже наука сегодня об этом говорит. Мир антимир. Материя, антиматерия. Они всегда пары. И как только ты обрезал психику и сделал из нее круг сансары, еще и дракона на выходе поставил, и страх, в мир мертвых нельзя ходить. Все, привет. Ты не можешь выйти, ты не можешь познать, что такое любовь. Вот и человек потом, я хочу чувствовать любовь, а он не может ее чувствовать. А смотри, и тогда остается только автоматический сценарий, потому что мир возможностей находится на следующем уровне сознания или про расширение сознания. И у человека нет возможности, чтобы не идти по автоматическому сценарию, если его сознание не расширено. Не расширено, да. Вот и все. И ты робот-автомат. И все люди роботы-автоматы. Кроме тех, у кого есть сердце-любовь, кто еще ее не забыл, не заснул окончательно. А таких очень мало. Единицы. У кого подключен разум через любовь. И это, вот когда эти вещи осознаешь, видишь, ты понимаешь, что ты находишься. Ну, вот фильм «Матрица», он вообще идеально описывает вот эти вот. Я его, наверное, так и не посмотрю. Я не знаю, у меня не доходит до него этот фильм. Первый, только первый. Потому что все остальное мусор. Я не могу, понимаешь, вот я все слышу, слышу там что-то. И каждый раз так думаю, ну, посмотрю. И как-то даже раза два, наверное, пыталась. Не могу я пару минут, если он мне, не хочу я, вот я хочу свое. У тебя своя матрица. Да, да. Ты каждый день загружаешься в психику какого-то человека. И там своя матрица, и все это дело ты просто проживаешь. Это тоже реальность. И эта реальность вполне себе реальна. Да. И в той реальности корректируя какие-то вещи в психике, ты имеешь проявленные результаты здесь. Потому что для мозга и та реальность, и это абсолютно реально. И, кстати, это доказанная вещь наукой. То есть, когда делали МРТ мозга людям, которые находятся в состоянии галлюцинации, реальность абсолютно реальна. И МРТ показывала, как реальность. Так так и есть. Мы это знаем с тобой. Мы это знаем с тобой. Поэтому наша работа, наша реальность, она становится реальностью у больного человека, и он поправляется благодаря наличию у нас этой реальности. Иначе бы мы не могли помогать людям. Наша бы работа свелась просто к психологическому разговору. Это называлось бы психологической разгрузкой. А, кстати, по поводу психологической разгрузки. Сегодня очень интересное сообщение получила, и я была на самом деле под впечатлением. Мы всегда говорим, что, вот, например, если в социуме родственник должен умереть, да, а вокруг него есть там дети, родные, и так далее. они по контрактам должны его похоронить. Да, да, да. А тут раз, и человек остается жив, и они будут до последнего делать все, чтобы его похоронить. Вот просто как будто даже биться за то, чтобы... Биться за то, чтобы у него было место на кладбище. Ты знаешь, сегодня, когда я получила сообщение, как идут дети нашего неугомонного покойничка, я была на самом деле в шоке. Потому что это тот случай, когда они бьются за место на кладбище для своего кладбища. Он настолько автоматически, вот просто вот... Полный автоматизм. Полный. А самое главное, что и наш-то тоже. Наш тоже стучит со головой и туда просит. Вот так смотришь. Только он... Ну ладно. Ты знаешь, для нас это тоже интересное наблюдение. Да, да. Все интересно. Это автоматизм человека. Мне настолько интересно наблюдать за автоматизмом людей. Да. очень интересно. Автоматизм, аутизм, оно очень близко. Понимаешь, оно очень близко, потому что люди вообще просто, они валят по сценарию. И потом, вот когда они роботы-автоматы, ты в эту сценарную линию выбрасываешь какую-то информацию. Ничего. Если эта информация загрузилась в компьютер, пошла работать. Вот оно, окно Овертона. Она так выехала туда плавно, и потом выехала туда плавно. И вот так плавно как ползунком меняется направление движения робота-автомата. И вот тогда управление войнами, управление эпидемиями, пандемиями и так далее. Что хочешь. Что хочешь. И когда это осознаешь, ну блин, ну вы же боги. Ну вы же боги, наверное. Наверное. ключ. Удивительно. А самое главное, что еще человек даже вроде как понимает, я буду говорить понимает, что сейчас идет полное, знаешь, как управление им, да, но вот понимает, и все равно подчиняется, идет. Так смотри, сколько раз у нас было такое, когда мы человеку говорим вот здесь, вот здесь, вот здесь ты играешь в такую игру. Да. Познай, измени игру. Проходит время, и человек опять пишет ровно то же самое. Подожди, тебе показали игру, тебе показали, где ты наступаешь на грабли. Почему ты снова идешь на эти же грабли? Ну вот, ты же видишь, что уже лежат грабли, зачем они тебе? Человек все равно идет на грабли. Не может переключить себя. Понимаешь? Он ждет, что ты это сделаешь. Да, да. Ведь это же его рефлекс, он написан в теле. Тело. И казалось бы, вот мы показали, рассказали, поработали с ним, рассказали, все, и у него такая хорошая, все, у него желание, все появляется у человека спустя какое-то время. То есть, понимаешь, натурально человека надо взять за ручку и вести за руку. Либо включить болезнь. Вот тогда благодарность болезни. И тогда вопрос, а надо ли выключать болезнь? Вот этот вопрос у меня висит постоянно. Пока есть у человека подсознание сейчас на плаву. Это все про низкий уровень сознания у человека. Потому что, когда уровень сознания низкий, ты человеку убираешь боль и говоришь, тебе надо измениться теперь в физическом теле. Тебе надо изменить свою реактивную составляющую. Все. Тебе надо поступать по-другому. А человек все равно бежит и поступает так, как он поступал раньше. то боль ему нужна. И лишить его боли это остановить его развитие. Лишь, человек не может связать психику с физикой. Ну, никак не может. Вот стать целым для него это непонятно. То есть, он осознает, есть сутки, день и ночь. Но он никак не может осознать, что психика и физика, материя, антиматерия, это все он. Это те же сутки. Видишь, тут еще отрицательная роль науки. Наука сказала, что есть только материя, а нет сознания. А человек доверяет науке. Ты сегодня придумай, например, американского Боба Смита и скажи, Боб Смит профессор Гарвардского университета. И вот он сказал и скажи самую последнюю чушь. Все, проверяться даже не будет. Даже проверяться не будет. Сразу доверие и все. А если ты еще приложишь какой-то скрин, где печатными буквами на фотографии есть название и там написано, что есть действительно такой профессор, поменяй, перепечатай. Все. Все это слепки. Слепая вера. Абсолютно слепая вера. Науки. Человек не проверяет. А, кстати, слепая вера это религия привела такому. А, это религия. Кстати, вот на эту тему помнишь этот вот товарищ, который меня преследовал от религии? Не с очень высокими интеллектуальными способностями. Так вот, этот товарищ был, написал, он, во-первых, соединил мое имя с тета-хилингом полностью, да, хотя я была организатором тренировок, которые... То есть, без понятия совершенно. Вообще, то есть, у человека не было понимания сути работы. Во-вторых, то есть, тета-хилинг это одна из практик гипноза, одно из направлений гипнотерапии. И он... К инфодайнингу это вообще не имеет отношения, инфодайнинг это значительно дальше. Гипноз это про засыпание, инфодайнинг это про просыпание. Так вот, он там упоминал имя Лиана Стайбл. И он там написал, что она была судима в США. И совсем недавно у меня на комментарии под одним из роликов на ютубе пишут, что я была судима в США. А, ты? Да, то есть, люди настолько в своем уме не находятся, кто не может, во-первых, сравнить фамилию Зайцева и Лиана Стайбл. Во-вторых, у меня ощущение, что Лиана Стайбл, информация про ее судимость, это утка. И у меня есть такое чувство. Что она вкинута вот таким вот образом для того, причем это, скорее всего, религиозными деятелями, чтобы остановить тета-хилинг. Потому что, если брать гипнотехники, то тета-хилинг на самом деле это хорошие гипнотехники, которые возвращают человека к себе и заставляют работать. Правда, эффективность у них идет все-таки больше на эйфорийных состояниях, то есть, они эффективны, пока ты в них веришь. Потому что они из объективного восприятия. А потом, когда ты разочаруешься, они будут неэффективны. Но они заставляют тебя развернуться вовнутрь и смотреть, где ты злишься, где ты винишь, где ты, где ты конкретно ты разворачиваешься в свой внутренний мир. И в этом огромный плюс. Больше ни одна из техник так не разворачивает. Круто, как это. Но я не о том. Я говорю о том, что у людей даже не хватило мозгов не то, что проверить информацию про судимость Вианы Стайбов. Я не знаю, была ли она судима, но у меня по ощущениям, что нет. И то, что я знаю про нее, ну, в любом случае, это не с тета-хилингом. Если и была какая-то у нее по молодости история, если такое было, то это не про тета-хилинг. Это до тета-хилинга, до-до-до. Это какая-то из очень старых, если такое есть. Но и то оно не чувствуется. Я не чувствую. Вот. Это больше похоже на утку, чтобы дискредитировать ее. Слепой верой. Слепой верой. Слепой верой. У людей, да. Ну, как религия действует. Поэтому была взята слепая вера, вкинута эта информация. А потом следующий человек, у которого нету рассудка, он просто Виана Стайбл подменяет на Наталья Зайцева и пишет, что я была судима в США. В США никогда не была. И когда я смотрю, думаю, люди у вас вообще с головой дружба есть. Хоть иногда включаете лазки свои. Хоть иногда с головой дружба есть. Ну, ты знаешь, но, наверное, точно так же, кстати, писала должностное лицо, и меня даже смех разобрал. Думаю, наверное, оно точно так же читает законодательные акты. То есть, вырвал кусок, тот, который мне надо. И тогда, наверное, аудит самое гениальное решение для таких людей, потому что, если ты так читаешь полторы страницы печатного текста, то как ты читаешь законодательные акты? Точно так же, наверное. Но это отступление. И это все на программах конкуренции, на самом деле. Все на программах конкуренции. Убери конкуренцию, и все. И это все не надо. Вернись к искренности, и ты осознаешь этому человеку благодарность, этому человеку благодарность, потому что отразил мне меня. И неважно, в каком аспекте. Я через него познаю мироздание. Я через него познаю, как идет информационный момент. И тогда нет конкуренции вообще. Она не нужна совершенно, только благодарность. Нет, потому что конкуренция – это война. Это борьба, война, да. Да даже не всегда борьба, война. Иногда это вина. Иногда это вина. Но все равно, все равно это и есть столкновение. Все равно это по-любому напряжение, сопротивление. Это напряжение, сопротивление. Да. Это, кстати, круто описано в книге «Инфодайинг». Знания «Инфодайинг» Губина. Вообще, мы эти механизмы все настолько секреты, бабочки порасписывали. на самом деле на наших книгах столько ясности. Знаешь-ка, ясности сознания, которые… Будет людей. Ты просто читаешь, и ты чувствуешь. Вот против, против ты не можешь попереть, потому что это в тебе чувство. Есть. тебе не надо там где-то что-то сверять, а ты просто знаешь это. Тебе не надо искать авторитет и ссылку на авторитет. А кто вы такие, чтобы такое говорить? А, да. Вот смотри, это, кстати, тоже, смотри, о вере, да? О вере. То, на что сильно села религия. Сильно, да. И с помощью чего исказила все. И с помощью чего исказила. Обман такой. Да. И для того, чтобы общество развивалось дальше, возвращение к искренности обязательно. Обязательно, иначе не будет развития. Иначе будут болезни. И ты знаешь, из того, что я чувствую, болезни будут нарастать. Они будут нарастать, они будут видоизменяться, и очень много болезней будет рукотворных. То есть какая-то лаборатория создает и, например, испытывает на одном штате. Либо же... Даже не надо далеко с лабораторией. Просто психологический вброс. Слепая вера сработает молниеносно. Да. Не столько чума забрала, сколько страх, что чума пришла, забрала. Да. Но на самом деле, когда нарастает количество болезней, то адаптация типа пандусов и так далее, и мы принимаем общество инвалидов и круто на вторичной выгоде въезжать в науку как Хокинг и так далее, это все это все в какой-то момент переполнится как канализация. и человек и человек вынужден будет задуматься, как остановить болезни. То есть на этом фоне оспа и чума покажутся детским садом. И либо ты развиваешь сознание, либо конец. И тогда возвращение к искренности обязательно, потому что болезнь уходит в момент, когда ты возвращаешься к себе. Под сознанием не надо тебе причинять боль, чтобы ты вернулся к тебе искренним и настоящим. Не надо. Интересно, что вот эти же вещи на самом деле есть в Библии, они описаны в Библии, но они настолько завуалированы и перевораны, что остаются отдельные фразы, которые ну, хочешь верь, хочешь проверь. Мне, кстати, очень понравилось общаться было, когда мы встретились в какой-то стране, мы встретились с мужчиной, который в религии был. На Мальдивах Нердс, который был в религии и который очень грамотный мужик. Ну да. Кстати, ты сейчас о нем вспомнила, может, он даже нас и смотрит. Да. Ну, это первый человек, на самом деле, который в религии и с которым было приятно общаться. Да. Да, да, да. И чувствовалось, когда с ним даже общаешься, вот, много знает человек, да, но вот маленькая-маленькая, просто чуть-чуть осталось непозволение, да, вот чуть-чуть, говорит, ну, позволь себе, у тебя глаза вообще откроются. Ну, такой... Позволит, со временем позволил. Ну, да, полгода прошло. Ну, там, там эти вещи все проговаривались. Если ты читаешь Библию или Коран, если ты читаешь Библию и Коран с позиции «я Бог», «я Аллах», ты по-другому совсем читаешь. Все, ты там читаешь в другой смысле. Это было внесено первое искажение. Самое-самое первое искажение это вот вынос этот. Вот книга Библия, действительно, книга жизни, книга знаний, но только не это, не степерешнее. Вот именно в ту чистую книгу было внесено первое маленькое искажение «вынесен Бог». Вот от лица сразу раз, что уже это не ты, а кто-то, кто-то вовне. Все, и пошло искажение, ну, а потом уже перепись, перепись с, знаешь, как я вот, я чувствую это, прям как знаю. Ну, не как знаю, это знаю. Знаешь, таким указанием здесь, значит, сделать вот так, а здесь вот так, чтобы было и переписывается, знаешь, вот именно и так переписывается, и переписывается, и потом читаешь стадо овнов. А ты знаешь, если посмотреть психику, сейчас ты хорошую тему затронула, если посмотреть психику, и куда архивируется вот же та информация, прах. Никуда. Никуда. То есть, когда говорят про энергоинформационное поле и так далее, вот, 200 лет радиус, там есть информация, там есть, то есть, то, что связывает вот этот прах с незавершенными сюжетами, но то, что уже имеет полное завершение и нету продолжения сюжетной линии, это прах, это земля, это почва, всё оно рассыпано, этой информации нет, и на её место, в моменте здесь и сейчас мы всё время создаём новое. То есть, даже если мы будем создавать, например, тысячный год до нашей эры, мы его создадим из дня сегодняшнего, и мы его создадим не такой, какой он был тогда. Он будет отличаться в корне, потому что мы создадим на основании наших представлений и образов, которые мы имеем здесь и сейчас. Да. А тогда они были другие. Вкусы, запахи, цвета, всё восприятие было другое. Да. А восприятие соединяется с развитием интеллекта человека. Если ты был необразован, если ты был тёмен, если ты был животным, да ты всего там пять цветов мог различать. Как ты можешь описать весь спектр красок того времени? Нет, это уже потухшие картины мира. и вот даже я по самому простому взяла. Сейчас у нас сколько цветов мы различаем? 256, да? Даже больше многие люди различают. Наш глаз различает. А тогда нет. Различение цветов глазом это тоже научный факт. Он зависит от интеллектуального уровня развития человека. Чем менее развит человек, тем меньше цветов он видит. Зелёный, жёлтый, красный, синий, чёрный. Всё, вперёд побежали. Вот так это было. И мы сейчас воссоздать тысячный год до нашей эры можем только с момента здесь и сейчас, опираясь на весь наш спектр. Только, да. На наш жизненный опыт нынешний, а он другой. Если ты создаёшь Францию там 1700, 1600, 1800 год, да? И ты создаёшь Францию, и тебе «А, Франция, красивые наряды» и так далее. Господа, шляпы с широкими полями введены, когда помои, ночные горшки выливались на голову. Вот вам ароматы Франции. И, так это самое простое, что мы знаем, и вши на этой вот на кошечке с шерстью. Вот теперь это соедините и как-то попытайтесь в наш нынешний мир встроить. И так думаешь, блин, как хорошо, что я родился сейчас. нет, мы не можем воссоздать тот период достоверно на основании нынешнего. Я только могу сказать, что всё, абсолютно всё мы создаём в моменте здесь и сейчас. И на самом деле история, которая, да, она точно так же, которая где угодно будет написана, невозможно сказать. То есть это по-любому это написано, как создано, соткано, как угодно назовите. Я единственное могу сказать, что факты лжи в истории можно различить только по творениям рук человека либо творениям рук человека наверно больше сказать. Я, судя по зданиям, по старинным зданиям, пусть там пишут, что это здание там сто лет назад или двести лет назад построено. Нет повторения сейчас? Нет. Этого невозможно это сделать, да? То, что говорят двести лет. Нет. Это здание явно оно там очень далеко. Но просто судя по этим всем красотам, у меня складывается четкое знание, что было развитие, очень серьезное развитие. И потом резко оно оборвалось. И это было недавно. И началось как с нуля человечества. Просто вот как с нуля, действительно как с нуля. Но что вот интересно, вот этот скачок, когда... когда мы в психике проходили, это, кстати, опять-таки парадоксальное восприятие есть, когда мы проходили, как завершались игры. Вот как психика воспроизводит тела. Например, были тела черные, потом следующие тела, они создают красные, потом следующие, или наоборот, были тела желтые, красные, потом создают черные, потом создают белое тело. То есть каждый раз, когда игра зашла в тупик и сознание деградировало, полностью заснув, и не осталось людей проснувшихся, шла перезагрузка, и каждый раз создавалось новое тело мужчин и женщин. И оно создавалось другим по отношению к предыдущему. И таким образом, ну все игры, которые ушли в деградацию, они оставались на земле играть дальше. И поэтому есть там возле Индии остров, где там живут по глазу замкнутые, там 60 тысяч лет они не видели людей, и если к ним человек приплывет, то его съедят. Поэтому есть индейцы, поэтому есть, есть, есть. И все, что мы сейчас говорим, расы, и просто там, вот они просто жили там на горе, и они стали другими. Да нифига, это каждый раз перезапуск цивилизации. Если вы разложите по уровню их развития сознания, то четко будет видно, это было, это потом за ней шла такая, за ней шла такая, за ней шла такая, за ней шла такая. Мы просто это в психике видели. Но это тогда совсем другой подход к антропологии и ко всему остальному. То есть это другие взгляды на ту же самую науку и на ту же самую историю и так далее. Но они сейчас, насколько они нужны, потому что мы сейчас осознаем, что если будет перезагрузка, а даже если ее не будет и она пройдет с сохранением данных физических тел, то те цивилизации, они все уйдут в ноль за очень короткий промежуток времени. То есть их просто игровая карта убирает. Потому что если мы выходим на осознание любви, на осознание бога в теле, то те цивилизации уже на этой игровой карте не остаются. они не могут на ней играть. Это все цивилизации до любви. Как только человек приходит к любви, все, пошла другая игровая карта. Другие возможности появляются. И тогда идет как с нуля это все. И назовешь ты этот ноль будешь проживать на планете Земля, на Марсе или еще какую-то экзопланету откроешь. Тут уже вариации. Но сам факт, что это будет другая игровая карта. И она уже есть. она уже не будет, она уже есть. Пока они идут синхронно. И это удивительная вещь. И всего лишь открой глаза и увидь. Вот просто позволь себе видеть, слышать, чувствовать. Да. Позволь себе чувствовать себя. Не подменять, как я себя чувствую. Нормально. Покойник уже, да? Если у тебя все нормально. нормально, это покой. Привет на кладбище. Блин. кстати, по конкуренции и по разборкам сега у нас офигенный курс. Кстати, скоро будет. будет в записи, но он будет. И подавленную злость мы еще раз запустим. Потому что это такой курс. Вообще сказочный. Да. Мощный, очень, очень мощный курс. Подавленная злость. Конкуренция эго. Охрененный тоже. Извините это слово. Курс. Знаешь, все курсы расширяют сознание. Раскрывают, раскрывают возможности. Потому что они все записаны с состояниями сознания. Если ты их просто взяжешь. Из состояния чистого сознания. Из состояния чистого сознания. Если ты их возьмешь и просто повторишь, перемолотишь, как я понимаю, это уже будет от ума. Они не дадут такого. Да, да, да. В этом прелесть наших курсов, потому что мы их передаем через состояние сознания, через чистое сознание, через жизнь. То есть они полностью взрознаны нами. Они нами взяты в психике, они открыты нами в психике, они в прозрачном виде донесены. поэтому чем дольше сохранятся видеозаписи, тем больше людей смогут вернуться к себе. Видеозаписи позволяют не вложить искажения. Да. Потому что в книге потом искажения будут. Потом будут. Будут, будут. Поэтому очень важно наличие печатных вариантов, потому что электронные внести значительно легче. Да, в том и дело. И при этом искажения они будут на той платформе, которая платформа под названием с болезнями, то есть изолированная, вот как мы сейчас живем. А искажения на платформе, где любовь основа, там нет смысла, там просто нет смысла, то есть нет смысла, вообще нет места болезням, даже не то, что места нет, они бессмысленны вообще. Нет смысла. Да, и поэтому лжи там тоже нет смысла, там другие возможности, то есть вот оно тоже разделение такое. Ну видишь, другие возможности, надо, кстати, подольше повисеть на этих возможностях, потому что это создание других игр, это осознанное создание других игр, и эти игры могут быть на порядок интереснее и увлечь сознание человека, просто даже сама возможность увлекает, и если ты в этой жизни не увлекся, то в следующей ты придешь уже под эту игру конкретно, ты тогда инкарнируешь вперед и будешь играть в эту игру, потому что там другие возможности. Да, 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 но для того, чтобы увлечься, надо сперва достать информацию, это уже наша с тобой работа. Там очень много интересного. Вот эти особенно шоковые состояния, это невероятно. Я туда хочу. Мы парадоксальное восприятие, все, оно уже ушло в коррекцию, и все, что касается создания иллюзий, иллюзиониста, мы будем брать уже из тех состояний, из тех возможностей, потому что иллюзия – это возможность в чистом виде, из любви. А возможности, смотри, ни одна возможность не распаковывается без любви. Если ты не знаешь, что такое любовь, у тебя только автоматический сценарий, других вариантов нет. А это значит ложь. Это значит ложь есть у тебя. Но тогда ты будешь видеть ее в отражении. И с благодарностью закрывать, потому что если есть в отражении, значит есть что еще закрыть и поблагодарить за что. Да. И так каждый шаг за шагом. Как интересно. Такой красот. Как интересно. И когда ты понимаешь, даже не понимаешь, а осознаешь, сейчас очень сильно видна ложь. Настолько видна. Она прямо вот как будто сейчас прям вся-вся-вся казалось бы человек открыть глаза и увидеть. а человек старается куда полез спрятать и наложить еще наверх свою ложь. Представляешь, казалось бы, вот оно. Все. Исцеляйся. Не-не-не-не-не. Подождите, подождите. Я еще не готова. Сейчас время скелетопада. Да. Прямо из шкафа вываливается. И реально это такой кайф. Это так весело. Да-да-да. Когда ты этих скелетов видишь, ты просто сидишь и развлекаешься и понимаешь. Человеку в этот момент можно помочь. Он осознает этих скелетов и он поправляется. Он уходит в другую жизнь, в счастливую. А можно не трогать. И он дальше будет биться с ветряными мельницами, со своим отражением. И это право человека и твое право не мешать ему. Конечно. То есть если брать закон свободы выбора, то это как раз об этом. То есть парадокс, да? Помогите. Некого спасать. Этот мир уже спасен. Полностью спасен. Можно только играть в кайф. Да? В кайф. В кайф. В кайф. В кайф. В кайф.